Протеерей Николай Азолин Декан Святосергиевского Богословского Института в Париже Иконописец, ученик Леонида Александровича Успенского и Андрея Николаевича Горобара Доктор богословия С 1986 года профессор иконоведения, пастырского богословия и гомилетики Святосергиевского Богословского Института в Париже Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней жизни Института Спасибо, что Вы мне задали этот вопрос Я очень охотно постараюсь ответить на Ваш вопрос Просто потому, что Вы приехали из России И для нас, я прежде всего хочу Вас от имени Института И своего личного имени поблагодарить, что Вы приехали Взяли на себя этот труд И что благодаря Вашему приезду Надо думать, что кое-кто на Руси Немножко ближе познакомится с этим местом С нашим скромным институтом Который Мы только что начали, между прочим, в 1988 учебный год То есть, все началось в 1924 году Здесь, на этой горке, теперь называемой Сергиевской горке в Париже И, наверное, надо как-то понять, почувствовать, что наше дело здесь Было, конечно, последствием тех трагических событий Которые наступили после Первой мировой войны в России После революции, после Гражданской войны Но то, что Господь благословил здесь, на этом месте Собраться целой группой Крупных, церковных, богословских, религиозно-философских мыслителей Которые нашли возможность вместе создать школу Высшую школу Весьма скромную, конечно И по численности, и по своим, так сказать, материальным возможностям Но создать такую школу Которая действительно смогла продолжить Русскую традицию православного богословия И продолжить даже то, что было давно начато И то, что продолжалось аж до революции В 59-м году, когда я сюда приехал студентом Институту было 34 года, а мне 17 лет То есть это просто показывает, что столько времени прошло И главное, почему я об этом говорю Потому что мне очень повезло Что я еще застал действительно поколение основателей И Владыка Касьян Безобразов, и Карташов, и Зинковский, и Архимрад Керн И Киприан Керн Молодыми считались Павел Николаевич Евдокимов, Андроников Это все были молодые Хотя для меня они уже были старики, конечно Ну вот, мне было дано увидеть этих людей Вот, Владыка Касьян здесь жил напротив У него были эти две комнаты Отец Киприан там наверху имел свою келью Маленькой там кухонькой, где он готовил турецкое кофе Которую он очень ценил Карташов со своей супругой Павлом Полехтином Жил чуть дальше, на том этаже Тоже в двух комнатах Последний оберпрокурор священного синода Правда? Так что это были гиганты в смысле личной судьбы В смысле энциклопедических знаний Просто таких людей сейчас Я не сужу никому в смысле оценки Но просто таких людей сейчас нет Потому что образование стало другое Образование, которое сейчас люди получают Оно сильно отличается от того образования Которое, давай скажем, в начале 20 века В хорошей русской гимназии И в хорошей русской школе В хорошем русском университете Так что они были люди ценнейшие И они за эти 30 лет, скажем, гроссу моду Которые они прожили последние 30 лет своей жизни Которые они прожили здесь, в институте Они давали все Все, что только могли Самых себя приносили В жертву этому делу институтскому Теперь, что касается нынешнего положения института Самое, как бы сказать, отрадное, что можно сказать Что он еще существует И это само по себе Можно так сказать Как бы сказать Почти чудо Почти чудо И я им всегда говорю Что не привыкайте к чуду Потому что это духовный вред И не только Это и вред народному хозяйству Так что это Мы не должны так жить Мы должны Сейчас Найти Простите Это очень банально Но мы должны найти Материальные средства Чтобы институт мог Продолжать свою деятельность Понимаете И это сейчас Как бы сказать Так Мягко сказать Слегка под вопросом Потому что Такое создалось Положение Я думаю, что Господь поможет Но Сам факт Что Мы тут бьемся Откровенно говоря Немножко в одиночку И Все существующие здесь Бесканалы Источники И возможности Нами В общем Давно проведаны И Одни И всякли Других не стало И вот Мы и оказались В том положении О котором я вам говорю И может быть Это Очень нескромно Но Может быть Можно даже Воспользоваться Этой возможностью И Передать Вот Как сказать Православной Русской Общественности Матушки России Что Наш институт Будет Чрезвычайно Благодарен Любой помощи Которые Найдут Возможным Какими-то Путями Передать Те люди Которым Дорого Я бы сказал Вселенскость Не только Православия Вообще Но и Русского Православия Скажите Скажите Пожалуйста Кого Учит Сегодня Институт Каков Контингент Студенчества И Кого Выпускает Самое Главное Да Ну Поскольку Мы Называемся Богословским Православным Институтом То Мы Надеемся Что Достаточно Ясно Что Мы Преподаем Православное Богословие По Как Продолжатели Русской Духовной Духовной Как Продолжатели А теперь Просто Соседи Как бы Сказать Сподвижники Нынешних Русских Богословских Школ Наша Особенность В том Что Перед После Непосредственно После Военной В смысле Первой Мировой Войны И Скажем Перестройкой Было То Время Когда Наш Институт Как бы Стоял На 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 Более Высокой Степени Своего И Духовного И Умственного Развития Своих Преподавателей И Участников Нашей Жизни И Тогда Можно Сказать Удалось Обеспечить Преемственность По Отношению К Дореволюционной Русской Богословской Науке И И Вот А Эта Наука Была На самом Деле Очень Открытая И Она Была Лучшей Лучшей Подготовкой К Как это Сказать К Стрече С Западом Например Произошло Ведь То Что Здесь Возник Этот Институт Это Одно Из Последствий Было Что Произошла Стреча Православных Людей И Богослов Мыслителей Западом Инославным Западом Тогда Махрово Католическим Таким Так Сказать Это Не Времена Второго Флантиканского Собора Это Времена Когда Католическая Церковь Еще Активно Боролась С Искажениями Современной Европейской Цивилизации И Науки Скажем Так И Когда Были Споры На Эти Темы Весьма Жестные И Наши Богословы Как-то Даже Почти Помимо Себя Были Вовлечены В Эти Дискуссии И Принимали Очень Активное Участие Во В том Этом И Были Между Прочим Их Ценили И Та И Другая Сторона Из Католиков Потому Что И Те И Другие Находили Аргументы Как Бо В Свою Пользу Ну В общем Не Совсем Во всяком Слушайте Не Сразу Поняли Что Это Было Возможно Потому Что У нас Совсем Другие Предпосылки Войне Ну Пусть Так Что Кто Сегодня У нас Учится У нас Сегодня У нас Студентов Так Очников Скажем Сорок Может Пятьдесят Ну Так Сорок Пятьдесят Ну Так Я Сейчас Последние Цифры Не знаю Мы Только Что Начали Год Потому Я Так Приблизительно Отвечаю Может Быть Интересно Сказать Откуда Приезжают Наши Студенты Они Немножко Немножко Отовсюду То В том Смысле Что Конечно Вся Восточная Европа Конечно У нас Есть Студенты Из России Слава Богу Не Очень Много Я думаю Не Больше Чем Пальцев На Одной Руке Но Есть И Из Украины Конечно Из Украины Из Чехии Кто-то Тут Ходит Из Грузии Приезжают Это В смысле Да И Потом Конечно Весь Ближний Восток Сирия Ливан У нас Даже Копты Есть Студенты Эфиопы Ну И Из С Того Конца Тоже Приезжают Потому Что У нас Учеба Гораздо Дешевле Чем В Америке Так что У Некоторых Американцев Вот Возникает Такая Гениальная Мысль Учиться В Европе Где Это Будет На Треть Гораздо Дешевле Чем У них И Вот Так Образовывается Такая Довольно Колоритная Разнообразная Студенческая Компания В настоящее Время Образовательная Система Русской Православной Церкви Тоже Входит В баллонский Процесс Входит Как бы Вы могли Это Прокомментировать Очень Очень Жалею Непонятно Скажем Так Непонятно Потому Что Старая Русская Система Была Отличная И Люди Выходили С Каким То Знанием Восполненным Знанием Да Вот Пусто Звучит А Сейчас Это Только Европейская Ситуация Так Звучит Глухо Но Очень Жаль Потому Что Это Кумир Это Идол Кому Он Нужен Какие Его Чтобы Говорят Что Это Хорошо Потому Что Это Способствует Обмену И Это Легко Потому Что Так Как Уровни Якобы Одинаковые Все Представь Ну Вот Как Шашки Как Шахматы Вот Так Вот Но На самом Деле Конечно Все равно Уровень Не одинаковый Все равно Разница Существует А То Что Понизилось Все Это Очевидно Это Уже Было Заметно Через Год После Этого Окаянного Соглашения Было Видно Что Сразу Понизили Уровень Почему Потому Например Даже По-французски На год Меньше Значит Целый год От Учебы Это 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 Тоже Что-то Значит Понимаете Если Когда Человек Учится По Какой-то Специальности Два Года Или Четыре Года Это Не Тоже Самое Так Три Три Года Или Пять Тоже Не Сам Мы В свое Время Еще Блаженное Время Пять Лет Учились Когда Значит Во всяком Случа Четыре Года Потом Оставляли На Магистерской Там Это Тогда Получалось Пять Но Все-таки Пять Лет Это Солидно И Там Можно Чему-то Научиться А Вот Так Вот Я Смотрю Как Они Приезжают Благо Если Они Были Как Это Бывает Из Восточной Европы Приезжают Семинаристы А Лучшие Люди Во-первых У них Дисциплина Они Понимают Почему Утром Надо Быть В Храме И Вечером Тоже Это Все Они Уже Все Это А Те Которые Приезжают Просто Так С Улицы Или От Желания Пожить На Западе Которых Тоже Немало И Получить Благодаря Нашему Институту Бумаги Для Жизни Здесь И Потом Получив Эти Бумаги И Исчезли Где-то Там В Городе Это Разные Варианты Понимаете Но Это Конечно Не Вина Булонского Соглашения Вина Булонского Соглашения В том Что Она Понижает Объективно Понижает Уровень И Преподавания И Обретения Знаний Потому Что Менше Времени И Потому Что Как Как Это Был Разгром Вековых Традиций Европейских Университетов Вот Все Что Я Могу Сказать И Этот Разгром Продолжается Как Будто Ни В чем Не Бывало И Все Закрывают Глаза Видимо И Уши И Делают Вид Что Ничего Не Случилось Играют Как Мне Кто-то Сказал Вальц Ничего Не Случилось Отец Михалай Каким Вы Видите Возможное Развитие Взаимодействия Святосергиевского Института И Духовных Школ Русской Православной Церкви Ой Какой Хороший Вопрос Ну Как Его Можно Видеть Во Первых Только В розовом Цвете Потому Что Он Соответствует Нашим Мечтам И Я Уверен Что Так Или Иначе Эти Мечты И Это Сотрудничество Непременно Осуществится И Не Рано Конечно Но Еще И Не Поздно Думать О Том Как Это Сделать Классический Способ Это Обмен Сперва Преподавателей Чтобы Так Сказать Немножко Так Узнать И Прощупать Соседнюю Сторону Посмотреть Как Они Живут Какие У них Порядки Какой У них Дух И Потом Я бы Сказал Еще Более Важный Шаг Был Обмен Студентами И Тут Есть Конечно Определенная Проблема Для Нас Потому Что Изначально Естественно Все Наше Преподавание Происходило На Русском Вязике И Когда Я Здесь Учился То Были Студенты Скажем Из Антиохийского Патриархата Которые Приезжали Изучали Белорусский Язык И Потом Значит Сдавали Экзамены Как Все Кстати Среди Среди Них Был Нынешний Патриарх Антиохийский Игнатий И Владик Георгий Ходр Ливанский Кор Такие Видные Ахири На Востоке Которые Наши Бывшие Студенты И Которые У нас Изучали Русский Язык Но Со Середины 70-х Годов Когда Уже Из Русской Эмиграции Скажем В Западной Европе В Северной Америке Почти Не поступали Студенты Даже В каком-то Смысле Мой курс Который Вот Это Выпускники Значит 64-го Года Был Последний Где было Четыре Русских Мы были Остальные Были Там Несколько Греков Пару Сербов И Больше Ничего А Потом Уже Пошли Только Вот Скажем Таких То есть Самая Необходимость И нужна Что Преподавание Шло На Русском Язике Исчезло И Скорее Оказалось Так сказать Препятствием Для Появления Новых Студентов И Тогда Решили Перейти На Преподавание На Французском Язике Как Это Уже Решили Сразу После Войны В Владимирской Академии В Нью-Йорке До Флоровского Долго До Флоровского Еще Когда Там Преподавал Николай Ануфорович Лоский Дедушка Нашего Николая Лоского И Отец Владимира Великого Богослова Философ Николай Ануфорович Лоский Я его Помню Он стоял Здесь в храме Такой Маленький Сухой Старичок Очень Изумительный Изумительный Личность Там Они Перешли На Английский Я не знаю 30 лет до нас Что мы Перешли На Французский Но С тех пор Действительно Преподавание Идет В принципе На Французском Музыке Я конечно Когда вижу Что Несколько Новых Русских Студентов Я Так Основные Вещи Повторяю Тоже И на Русском В начале В течение Первого Года Чтобы они Просто Так сказать Представляли О чем Идет Речь Но Это я говорю Потому что В смысле Обмена Нам В общем Чтобы Обмен Был Так сказать Имел бы Действительно Смысл Реальный Смысл Нужно Чтобы Студенты Которые К нам Приехали Из России В той Или Другой Степени Знали Бо Французский Язык Я знаю Что Это условие Довольно Очень Непрактичное Но Я бы Советовал В таких Случах Почему Человеку Который Намерен Например У нас Учиться Не потратит Годик В какой Нибудь Столице Или В каком Большом Провенциальном Городе Где Везде Можно Брать Уроки Французского Языка С тем Чтобы Потом Сюда Приехать И хоть Примерно Понимать О чем Говорит Данный Лектор Так что А кроме Того В смысле Обмена И смысле Отношений Конечно То что Мы Сейчас Слава Богу Регулярно Получаем Ну скажем Главные Издания На главные Темы Того Что Публикуется Русскими Православными Богословами В разных Богословских Школах Факультетах И прочих Учреждениях На богословские Темы Мы получаем И мы С удовольствием Если нам Кто-нибудь Дадут знать Поделимся Со своим Как бы сказать Наследием С книгами Наших Профессоров Которые Здесь На каких-то Складах Понимаете Там Скучают Они могли Быть Так сказать Быть Интересны Для Студентов Нынешней России Без Всякого Сомнения Это Кажется Так Очень Формально Но Если Сказать Проще То Передайте Пожалуйста Что Мы Будем Рады Всякому Кто Приедет Может Мы На какое-то Время Можем Принять Человека У которого Есть Может быть Какая-то Отдельная Отрасль Богословия Которой Он Занимается Которой Он Хотел Углубить В нашей Библиотеке Которой Он В таком Случа Мог Естественно Свободно Пользоваться И Ну Создать Какие-то Контакты По Данным Тех Вопросов Которые Его Интересуют Или Более Общие В общем Тут Нужно Просто Проявить Некую Творческую Фантазию Для того Чтобы Конкретно Что-то Придумать Для Каждого Случая Я думаю Что Общие Правила Очень Простые И Как бы Сказать Не требовать Никаких Объяснений Можно Сказать Что Если Кому-то Захочется К нам Приехать На Какое-то Скажем Время Какого-то Стажа Какой-то Там Это Мы Всегда Будем Рады И Непременно Пойдем На Встречу Потому Что Мы Знаем Что Человек Который У нас Побывал Так Иначе Об этом Расскажет У вас И Может Так И Окрепнут Наши Связь В Завершение Ваши Пожелания Учащимся Духовных Академий Семинарий России И вообще Всем Изучающим Богословие Искренные Пожелания Сил И Мужества Потому Что Как ни Странно Везде Христова Истина Требует Мужества Тех Которые Исповедуют Эту Веру Это Конечно Было Так В сложнейшие Времена Безбожной Власти Но Мы Видим Что И знаем Это Очень Хорошо Здесь На Западе Что И При Как бы Внешно Благополучных Обстоятельствах Лукавый Не дремлет И Находит Всегда Возможности Старается Во всяком Случа Нанести Ущерб Церкви Божией И Потому Совершенно Независимо Где Быть Человек Не Находился В Европе Или Какой Нибудь Далекой Стране Или В России Везде Лукавый Создает Такие Специфические Условия Где Действительно Требуется Мужество Как я Сказал Если Мы Хотим Быть Верными Учениками Спасителя